Министр иностранных дел намекает на то, что если мы не ратифицируем договор, то грузины на нас нападут и Россия нас не будет защищать, если говорить простым языком. Президент нам об этом говорит на многих рест-конференциях, встречах, которые он проводил в последний месяц. Насколько это правда? Как вы считаете? Насколько справедливы эти их убеждения? И могут ли измениться отношения? Да, и действительно ли Россия может от нас отказаться, если мы вдруг не ратифицируем это соглашение? Я считаю, что это наглая ложь. Сегодня министр иностранных дел как политик состоялся в России. И инструментарии, которые он применяет, они не подходят. Сегодня министр иностранных дел неоднократно уже был засвечен в телеграм-каналах, которые его сторонники ведут и скверно говорят обо всех, кроме него, он там у них царь и бог. Поэтому его мышление и его яколка, она понятна. И как он многим людям объясняет, что у него со мной хорошо, не знаю, что у меня с ним хорошего и не знаю, что у меня с ним плохого. Но точно я с ним не в команде, это пусть он знает. Потому что с такими людьми я не могу быть в команде. Родина у нас одна. И красиво говорить, это не значит, что красивые помыслы. Россия от нас не откажется, если мы не будем себя вести и заигрывать. Сегодня мы играем. Сегодня рассказывая, что России нужна земля, я извиняюсь, одна шестая часть суши в ней. 15 республик она потеряла, один Казахстан, вся таблица Менделеева. И вот именно камнем преткновения станет Питсунда, не поверю. Я не поверю по одной причине, что общаюсь с многими чиновниками, которые даже эту проблематику не знают. Один человек сказал, а что тут такого, говорит, мы же столько помогли. Когда я начал ему объяснять, что ни один абхаз не имеет земли, а это скрытая продажа земли. Даже если юридически, ну, у нас есть законодательство, и оно очень такое хорошее, но есть простая истина. У нас написано, что документ вступает в силу с момента подписания или опубликования, а не так. Должно быть с момента подписания и опубликования. Что они просто большинство бумаг подписывают и выкидывают. И оно когда где-то ратифицировано, то еще что, тогда всплывают. Все бумаги должны всегда вступать в силу с момента опубликования. И они должны публиковаться там на сайте. Ну, в каких сайтах могут публиковаться, когда мы там еще чуть ли не на печатной машинке. Поэтому это глупость. И многие начинают там тешить себя, что Россия нас не бросит, потому что НАТОвские войска придут, станут там возле Сочи. Вы не забывайте, что Грузия, которая заигрывает с НАТО, она с Россией граничит. И немало граничит. Там границы больше. И сегодняшние ракеты, они перелетят в Республику Абхазия. Мы даже не заметим этого. Поэтому себе лишнюю цену набивать не надо. И надо помнить одно, что мы нужны только сами себе. Заставлять русских любить Абхазию больше, чем мы, Абхазы, не получится. У них есть своя страна, которую они любят. Если есть возможность ее расширить, они это будут делать от подарков. Они никогда не откажутся. Но если они понимают, что это проблемный вопрос, и народ в этом един, они и это поймут. Сегодня страна вся в войне, возвращается в свои земли исторически. И у них патриотика везде. И в чиновничных кругах, и в массах, и в среднем земле. У них патриотикой аж многое блещет. Именно она в них проснулась. И когда мы, как патриоты своей земли, придем, им скажем, что это не получается, это не так, поверьте. Катятся. Субтитры создавал DimaTorzok